Всем привет! Меня зовут Кристина и добро пожаловать на мой канал. В этом видео коррекция моей работы. Отходила клиентка с этим покрытием в течение трех недель. Относилось у нас все как всегда хорошо. Все камефубуки на месте и в отличии от прошлого нанесения камефубуков, эти остались на месте и нисколечко не выцвели. Начинаю я как всегда дезинфекцию ручек клиента и после этого приступаю к снятию материала. Использую я свою любимую керамическую фрезу кукурузы с синей насечкой. Заказывала я ее на сайте Алиэкспресс. Работаю на 20 тысячах оборотов. Когда начала снимать средний пальчик правой руки, то увидела небольшую отслойку сбоку, где у нас точка в роста. Там есть небольшая, поэтому мне ее необходимо выпилить, чтобы следующее покрытие держалось очень хорошо. Когда я выпиливаю, то могу не все выпилить фрезой. Лучше я доработаю пилочкой, чем я буду очень долго работать фрезой. Как вы наверное догадались, с этой клиенткой мы всегда убираем длину, поэтому я делаю это фрезой. Ставлю ее перпендикулярно ногтевой пластине. Ну и теперь мне необходимо все доработать пилочкой. Делаю я форму мягкий квадрат и длина у нас с клиенткой такая, чтобы когда я ставила пилочку перпендикулярно ногтю, она ощущала подушечкой пальца мою пилочку. В общем, как-то так у нас оговорена длина и я ее всегда делаю. Мне необходимо подпилить боковые параллели, подпилить свободный край и немного скруглить уголочки, чтобы они не кололись. Также я часто опиливаю ногтевую поверхность сверху, чтобы мне было проще сделать выравнивание. У этой клиентки иногда скручиваются ноготочки, поэтому я еще и прохожусь пилочкой снизу, для того, чтобы убрать все эти скругленыши. После этого мне необходимо отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой. Для зачистки птерики и выполнения маникюра я буду использовать фрезу пуля с синей насечкой. Работаю я с переключением реверса на 15-17 тысячах оборотов. Сначала я прохожусь вдоль кутикулы, приподнимаю ее и вычищаю птерики из-под кутикульного пространства. После этого прочищаю боковые пазухи и обязательно шлифую боковые валики. В комментариях поступили вопросы, сколько я работаю на клиенте, и я решила ответить видео, может быть кому-то тоже из вас будет интересно. Если у меня легкая кутикула, как здесь, и достаточно короткие ноготочки, то я делаю покрытие примерно за 2 часа с каким-нибудь легким дизайном. Но если у нас ногти длинные и какой-нибудь еще сложный для меня маникюр, то я могу просидеть и 2,5 и 3 часа. Но конечно же всем своим клиентам я говорю, что я слишком сложные дизайны не выполняю, и обычно до процедуры мы примерно договариваемся, что у нас будет. Но как вы знаете, многие клиенты у нас меняют свои решения в процессе того, как придут ко мне, увидят мою большую палитру, и сразу у них разбегаются глаза, начинаются какие-то перебежки от одного цвета к другому. Ну в общем, иногда и это занимает еще, наверное, минут 15-20, чтобы выбрать какой-нибудь дизайн и цвет. Срез я делаю кусачками с рабочей поверхностью 4 мм. Кусачки у меня от Silver Star с хорошей заточкой, я их сама не затачивала после покупки. Ссылочку на них я оставлю в описании под видео. Перед тем, как я приступаю к шлифовке, всегда забафлю ногтевую поверхность. Делаю это именно до шлифовки, чтобы потом уже мне не прикасаться к кутикуле и не образовалась никакая бахрома. Сегодня в своей работе я буду использовать шлифовщик из своего любимого набора, который недавно был у меня в распаковке, и данный шлифовщик желтого цвета на 600 грит. Для этой клиентки он уж очень мягкий, кстати, это самый мягкий шлифовщик, который есть в моем наборе. Но я думаю, что у меня найдутся такие клиенты, которым даже 600 грит это будет сильно жесткий шлифовщик, поэтому я просто понижу обороты и буду им работать. В работе мне нравятся все шлифовщики из набора, ничего с них не сыпется, и очень прекрасно они справляются своей работой. В этом видео я буду использовать бескислотный праймер от JD Coco, комфорт-базу от TNL, она имеет приятную консистенцию и хорошо разравнивается, но в то же время не затекает. Далее я буду использовать топ с липким слоем от TNL, гирлак от Kani номер 087, красивый такой цвет. Я не знаю, вот на камере он у вас передается немного ярче, чем он есть на самом деле, на самом деле он такой немного припудренный. Далее мне понадобится штамп от Born Pretty, вот такая пластина Николь Дайри номер 026 с цветочками. Также лак для стемпинга от Николь Дайри, очень красивое серебро, мелкое и прекрасный лак для стемпинга, цвет номер 04. И вот такая тоненькая кисточка. После обезжиривания ногтевой пластины я наношу бескислотный праймер сразу на все 10 пальчиков и даю ему высохнуть на воздухе в течение одной минуты. Для того, чтобы сделать хорошее выравнивание, мне необходимо нанести тонкий скользящий слой. Я промазываю хорошо каждую часть ногтевой пластины, после этого ставлю каплю и помогаю себе ее разровнять. Обычно я использую кисточку из флакона и тоненькую кисть. Переворачиваю ручку клиента и когда меня устраивает результат, у меня в нужном месте сформирован апекс и капелька у меня в центре ногтевой пластины, я уже отправляю на просушку. Работаю я конвейерным методом. Также хочется отметить, что залог хорошего выравнивания это чистый маникюр и ровная поверхность ногтевой пластины. То есть изначально, когда я приступаю к снятию материала, я уже стараюсь сделать ровную поверхность без каких-либо бугров и впадин. Конечно, в этом случае тоже можно будет сделать выравнивание, но это уже будет гораздо сложнее, чем работать по идеально ровной поверхности. Приступаю к нанесению цветного покрытия. Первый слой я наношу тонко, отступая от кутикулы и от боковых фаликов. Работаю сразу на всех четырех пальчиков и большой пальчик я делаю отдельно. Конечно, этот цвет можно было уложить и в один слой, но что-то я решила делать в два. Возможно, у меня было такое настроение и я как-то решила не заморачиваться с одним слоем, но и решила заморочиться сразу с двумя. На втором слое я обязательно отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой и после этого приступаю к прокрашиванию цветом. Использую я тоненькую кисть для того, чтобы подровнять материал поближе к кутикуле и к боковым валикам. Продолжение следует... Решила вам показать этот этап еще раз. Очень люблю сама его смотреть на видео, как материал потихоньку пододвигается к кутикуле и к боковым валикам. Использую я тоненькую кутикулу. И в качестве дизайна у меня сегодня будет стемпинг. Очистила я пластину, очистила штамп, сняла липкий слой с тех ноготочков, где у меня будет стемпинг и приступаю к работе. Сначала я наношу лак для стемпинга, аккуратненько убираю излишки с пластины, убираю излишки со штампа, на который до этого перенесла рисунок и уже отпечатываю. Первый цветочек получился у меня очень хорошо. А вот когда я начала делать цветочек на второй пальчик, я мучилась и делала его, наверное, раз 10 или 15. У меня ничего не получалось. Красиво отпечатывался у меня рисунок, то не четко, то смажется. В общем, по-моему, это был самый долгий этап этого маникюра. И покрытие. С каждой новой попыткой я меняла свои действия. То я убирала нажим, то я его добавляла, то я под каким-то другим углом пыталась перенести рисунок. Но, в общем, немного помучившись, наконец-то у меня что-то получилось. После этого я дала стемпингу хорошо просохнуть, для того, чтобы он у меня не смазался и мне не пришлось снова его отпечатывать. Уж не хотелось повторять мои мучения еще раз. Перекрываю топом, делаю небольшое выравнивание. Ну и вот такой результат у меня получился. Если вам было полезно и интересно это видео, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, в который я выкладываю отзывы на товары с Алиэкспресс. До новых видео! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...